Всем привет! Сравнение смартфонов Sony Xperia 10 Plus против Apple iPhone 7. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимость. По внешнему виду сзади видим у Sony Xperia двойная камера LED-спышка, тут и динарная камера LED-спышка. На передней части дисплей диагональю 6,5 дюйма у Sony против 4,7 дюйма у Apple iPhone 7. Также на передней части у Sony находится фронтальная камера разговора динамик, тут фронтальная камера разговора динамики, кнопка для управления Home, которая также служит датчиком отпечатков пальцев. Датчик отпечатков пальцев у Sony тоже есть и находится на правой грани. Кнопка включения и кнопка игровки громкости также на правой грани. Слева слот, сверху джек для нушников, снизу порт USB, 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 динамик, микрофон. У iPhone тут кнопка игровки громкости и полной для перехода в беззвучный режим. На правой грани кнопка включения и слот для одной наносим карточки. На нижней грани порт USB, порт Lighting, динамик, микрофон, сверху нет ничего. Окей, сравним устройство по габаритам, понятнее Sony, намного габаритней iPhone. Диагональ дисплея у него значительно больше. И теперь давайте включим устройство, сделаем это одновременно и посмотрим, кто загрузит систему быстрее. iPhone загрузился быстрее. Sony догоняет. Окей, по дисплеям. У iPhone 4,7 дюйма, IPS дисплей 1334 на 750 точек разрешения этого дисплея против Sony. 6,5 дюйма, 2520 на 1080 точек, также IPS, но конечно разрешение у него намного серьезнее. И закаленное стекло корни Gorilla Glass 5-го поколения. Перейдем в Geekbench. Android 9 против iOS 12.3.1. Процессор Apple A10 Fusion, который работает на тактах, 2.3 ГГц, 4-х ядерный против 8-ядерного, Qualcomm Snapdragon 636, который работает на тактах, 1.6, 1.8 ГГц, 8-ядерный, 4 плюс 4. Видеоскрытие Adreno 509. Смотрим на результаты тестов. Так, тест. Ну вот, видим, iPhone превосходит и в 1-ядерном, и в мультиядерном тесте. Окей, закрываем. И также посмотрим на примере Antutu Benchmark. По оперативной памяти. У iPhone 2 гигабайта. У iPhone 2 гигабайта против 4 гигабайта у Sony Xperia 10+. По встроенной памяти по 64 гигабайта. Прошу прощения, iPhone это версия на 32 гигабайта встроенной памяти. 117 тысяч против 175 тысяч в Antutu Benchmark. Также и Antutu показывает, что iPhone 7 мощнее считается. Откроем браузеры наших устройств. Стандартные браузеры. Тут Chrome, тут Safari. И перейдем на ссылку Apple.com. Так. Apple.com открываем. Переходим по этой ссылке одновременно. Смотрим, кто быстрее. iPhone быстрее. Окей. По этой ссылке тоже самое. iPhone быстрее чуточку был. Тут был быстрее Sony, но загрузил без анимации. Окей. На сайте Apple быстрее работает iPhone. Посмотрим на сайте Samsung. Посмотрим на сайте Samsung. Открываем сайт Samsung. И перейдем по вот этой вот ссылке одновременно. Смотрим, кто быстрее. Sony был полностью прорендерил страничку чуть быстрее. Сюда. Тут iPhone быстрее. Окей. По этой ссылке. Тут iPhone быстрее. В общем, видим, что в целом чуточку быстрее. На процентах 10-15 iPhone работает в интернете быстрее. Быстрее возвращает. Быстрее загружает странички. В среднем. Окей. Давайте теперь посмотрим на пример тяжелой игрушки. PubMobile. Открываем одновременно. Посмотрим, кто быстрее справится с загрузкой этой игры быстрее. Ожидаем включения. На iPhone уже пошла загрузка быстрее. Все, тут уже игра загрузилась. Менюшка. На Sony еще подгружается. Графика. Максимум графики и высокая частота кадров на iPhone. И только сейчас загружается на Sony. Графика. Тут графика баланс и средняя частота кадров высокая. Даже не доступна. Даже при плавной графике самой минимальной недоступна высокая частота кадров. Окей. Закрываем. Ставим графику максимальную, что там, что там. И запускаем игру. Все, вы видите, уже игровой процесс. Так, загрузилась игра. Посмотрим, как работает тут. В целом нормально работает на этом уровне график. Конечно, хотелось бы получше графику. Но работа только на таком уровне и работает нормально, играбельно. Есть чуть-чуть фрезы, но в целом на игровой процесс не влияет. Играть можно. Окей, на iPhone. На iPhone, конечно, лучше. Работает заметно плавнее. И получше графика. Ну, в общем, такая ситуация. iPhone 7 в играх, конечно, будет предпочтительней. Поплавнее, получше будет работать на нем в целом игрушке. Вот, и по скорости загрузки тоже видели, что он значительно быстрее. По камере. По камере тут уже iPhone проигрывает. Вот 12 мегапикселей основная камера. У iPhone 7 фронтальная 7. Тут основная камера 12 плюс 8 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. И теперь я покажу вам пример из них на основные камеры этих устройств в сравнении. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Балл, комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.